Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. С деталями личной жизни он делится крайне редко, но тут на странице актера внезапно появляется фото мальчишки, безумно на него похожего. «Моя гордость, сын окончил первый класс с кучей медалей и дипломов. Дерзай, мой мальчик!» – подписал снимок наш герой. Под постом мгновенно появились сотни комментариев, в том числе и от звездных друзей нашего героя. Игорь Крутой, Юлия Пересильд, Ольга Слуцкер, Ингеборга Добкунайте и Хибла Гильзмова оставили под постом много одобрительных эмоджи. Исходя из этого, можно предположить, что коллеги Евгения Миронова были в курсе того, что он стал отцом. А вот поклонники актера действительно испытали шок. «Разве у вас есть сын?» – впервые слышу. «Боже мой, а я и не знала, что у вас есть ребенок. Как я рада!» «Успехов, Петеньки!» «Похоже, ни я одна не знала, что у Евгения есть сын. Ну что ж, поздравляем! Папина копия и гордость. Прекрасный малыш. Какой красавчик! Весь в отца!» Как выяснилось, Евгений Миронов обзавелся наследником, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Артист в какой-то момент понял, что не хочет создавать полноценную семью. Артист в какой-то момент понял, что не хочет создавать полноценную семью. Более того, наш герой утверждает, что работа – его единственная любовь. Евгений Миронов не верит в силу романтических отношений, ведь рано или поздно почти все браки заканчиваются разводом. При этом любая женщина требует заботы и внимания, а актер не может уделять столько времени своей спутнице. Но к детям у нашего героя совсем другое отношение, поэтому мужчина решил стать отцом, не вступая в брак. Пока он на работе, воспитанием Пети занимается бабушка, а все остальное время с мальчиком проводит папа. Примечательно, что о личной жизни Евгения Миронова практически ничего не известно. Эту тему актер каждый раз отказывается обсуждать. Только его коллеги периодически рассказывают о том, что состояли в романтических отношениях с артистом. Вероника Садковская, например, однажды признавалась, что состояла в отношениях с Евгением. Кроме того, Миронову приписывали отношения с актрисами Анастасии Заворотнюк и Аленой Бабенко, а также балериной Ульяной Лопаткиной. В официальном браке Евгений Миронов никогда не состоял, хотя, по слухам, несколько лет жил гражданским браком с возлюбленной Марианной. Примечательно, что о личной жизни Евгения Миронова практически ничего не известно. Напомним, 9 апреля стало известно, что в Чехии начались съемки нового фильма 54-летнего режиссера Николая Лебедева «Нюрберг» с Евгением Мироновым, который исполнит одну из ключевых ролей в кинокартине. Фильм расскажет о подготовке к важнейшему судебному процессу 20 века над руководителями Третьего Рейха. После Второй мировой войны съемки ленты пройдут в четырех странах – Чехии, России, Германии и Бельгии. Первые кадры создатели проекта уже сняли в Праге. Об этом рассказал Евгений Миронов. Вместе с ним в фильме задействованы актеры из России и других стран. В своем микроблоге в Инстаграм Евгений поделился фотографиями пражской весны, которые ему посчастливилось наблюдать в текущем году.